И Отца, и Сына, и Святаго Духа. На прошлой неделе, празднуя великое торжество сошествия Святаго Духа на апостолах, Святая Церковь нас украшала цветами, напоминая нам о том, что та же бездушная природа отмечает благодарностью и добилась Его. Действительно, в торжествах Христова уже земной шар все больше и больше поворачивается лицом к Солнцу. И Солнце подает теплоту, жизненную силу, все растет, все цветет. И вот эти весенние дни праздничные, и цветы перед Богом весна, украшая весь мир. А вскоре после этого принесет и плоды. И это должно быть нам напоминание, что и мы, опять-таки небездушные люди, должны даже больше этого благодарить и отвечать на милости Божьей. Жить Господь воплотился ради нашего спасения. Господь преподал нам свое спасительное учение ради нашего благополучия. Господь пострадал на кресте, чтобы не вступить наши грехи. Господь в воскресный день и вознесся на небо, подвеснуя святы Бога и Отца, нас обожил, нашу плоть, наше человечество, и не спасла благодать самого Святого Духа на всех нас. Не только на тех апостолов, как там, а на весь мир, на всю Вселенную, на все время, на все веки. И вот мы должны также приносить, опять-таки, бобили святы, святы нашего поведения, нашей жизни, должны принести плоды свое покаяние и духовных, и добрых делах наших. Это же и от нас ожидается, потому что Господь может сознать на все это понимание. И Господь дал нам такой дивный пример любви, и мы не имеем другого выхода, как не отвечать на этот дар, на эту милость, на эту любовь. И как раз святая церковь, передав эту первую неделю после великого торжества, с той Троицей, в праздной памяти всех святых, всех тех, которые действительно угождали Богами, взял, опять-таки, этот пример, это учение, эту благодать, и совершили в них великие дела. И приносили они такие плоды, что и другие воспользовались их трудами. Святость, как учат святы, и театр-шиан, что на гайзе сангазе 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 сниг, это не только праведность, за которую люди, и тезрые Бога в небесном царстве, а играть источками благодати, которые изливаются на других. И они пользуются этой благодатью, этой помощью путем простых людей, путем этой святости. Вот какова сила этой святости, и какого призвания нашего Господа. Господь говорит, что мы не имеем права стыдиться Его в этом мире. Если мы любим друг друга больше, чем самого Бога, мы Его не достойны. Каждый завязан отречься от самого себя, и взять свой крест, и последоваться Христом, это и есть наше призвание, к чему мы должны опять и стремиться, и мы должны отвечать. И мы должны отвечать, наверное, именно из-за Игоря Господа и в благодарность Ему за все те изреченные дары, которые Он нам не спасал, и не спасла и победил. Истинно, Бога должно славить, за то, что мы все имеем, за то, что мы имеем это спасительное получение, и благодарность и силы от Господа, чтобы поделиться спасительным путем. И дай Бог нам восстанавливаться Его в этом веке, чтобы Он нам нас предоставил перед Отцем Небесным, и сними Айн, и сними Айн, и сними Царствами. Когда мы рассчитываем все те изречения, которые мы делаем каждый день, но на этот день, на этот день, на этот день, на этот день, после того, после пентакопа, мы все те изречения в один день. И почему это не так? Потому что это реакциям, что они истинные защиты для того что они они истинные, и они объявили один точек, что все же будем смотреть для нас, в соответствии времени, гармонию, и до этого, и до этого, потому что это, через мысли, в том, которое God vowерных нам нам and strength to do that should be our 1st and 1rast part in all things to live in a way pleasing to God and even in our very, very non-spiritual society that we live today God calls upon us not to be ashamed of Him and his words, in this faithless generation as he has said all of a many times himself We see so many great pressures around us from и они указаны путь курсу, и Бог ответил вам эту вопросу, так что он и знает, что ваш муж или взгляд, ваш муж или сын, или сын, или жен, или муж, или дети, больше чем еще, это не имеет значения для вас. Это результат, что Бог основное, и Бог основное, и Бог основное, в том что он может быть первое и первое в том, но если не, то мы не имеем ввиду, и мы имеем в виду о том, что мы имеем в том, как мы находимся в основных христианах. Isn't it possible for us to need to do that? To deny society? Deny the requirements of correctness, politeness, courtesy, and so forth? To even risk hurting someone else's feelings or offend somebody? Because we need to follow God's law? Well, if indeed society is going in a way that is not well pleasing to God, if our own families, our own children, our husbands, our wives are not following a way that is well pleasing to God, then yes. And if we ourselves, being sinful in our basic nature, do not deny that nature and take up our crosses, then we cannot follow Him. And all that which we have been given would have been made. And the question being asked, is that possible, that we could live in a way that is well pleasing to God? The answer is an obvious yes. We are surrounded by the images of such wonderful men and women. The words of the Apostle Paul today, we are surrounded by such a cloud of witnesses that we must lay aside the things of sin and follow their good example. Indeed, indeed, when we think about the saints, we think about them as some very special people who lived a long time ago and really were somehow not like us. In a sense, that's actually very, very true. Because if we do not, again, live in a saintly way as they did, then we are not at them. And this is our problem. And yet, so many people did. And not because they were missions or priests, not because they were leaders or followers, not because they were rich or poor. It's because of what they did with their lives, how they lived it, how they served God, how they committed themselves in all our lives as it says in our prayers to Christ our God. And we have so many magnificent examples of them. And yet every single one of them was born as you and I were born. Every single one of them were people like you and I are people. Every single one of them had their difficulties, their problems, things they had to survive in this world, and yet somehow by setting their priorities most straightly and correctly, they found that path to God and brought so many others along with them. So that not only they alone were saved, but the thousands around them were saved with them. Such is the magnitude of God. Such is the magnitude of God's grace to the righteousness of the Savior. And that's the pure of all of them too. Yes, in this sinful and faithless generation, we must stand firmly and say, yes, I am an Orthodox Christian. I'm sorry, I like you as a person, but I disagree with what you're doing. Because it's not in the courts of God's will. No, I'm grateful to God that I live in this country and I'm free. But at the same time, I disagree with some of the laws that are in the past of the things that we've done in our country. Because they are against God's will. And again, it becomes not a matter of who is right, but what is right. And if all of us follow the word of truth and stand steadfastly in it, then we are witnesses of that truth. And then we take a step further. It is not merely to stand firmly in it and to say, yes, I am an Orthodox Christian, but to prove it by the way in which we live our lives. And indeed to be a living example, as these magnificent saints who surround us, were and are to us in this very day. Let us indeed, brothers and sisters, remember the words of our Lord with a degree of trepidation and fear. Because if we do indeed do that which is okay in society's eyes and not in God's eyes, then our commitment is incomplete. If we say what our Christians do not live in, then our commitment is incomplete. If we love our lives here in our society, in our families, more than God in this group, then our commitment is incomplete. And in the rule of God, the commitment must be complete, for it is meaningless. So indeed, let us deny that sinful nature within ourselves, observing this cloud of witnesses we have around us and the example they have already shown us. Let us indeed take up our cross and follow the Lord, steadfastly in our faith and in the knowledge that indeed whatever may befall us here, all things are given to those who have faith and indeed follow the Lord because He leads us on only one path, the one path that leads to eternal life. Amen.